Достигай своих целей, выбирая лучшее. Решай задачу здесь и сейчас. Получай удовольствие от процесса и будь уверен в результате. Есть инструмент, на который ты можешь положиться. Ставар. Твоя сила перемен. Ему 52 года. Рост 175 сантиметров, вес 105,15 килограмма. Его профессиональный рекорд в боксе. Четыре боя. Две победы, которые были одержаны нокаутом. Одно поражение при одной ничьей. Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Бывший президент на титул чемпиона UFC. Легенда смешанных единоборств. Из Уфы. Шеф. Снеговик. Монсон. А вот и его заверни в красном углу ринга. Бойцу 54 года. Его рост 183 сантиметра, а вес 105,35 килограмма. В это трудно поверить, но в боксе это его профессиональный дебют. Но при этом он мастер спорта по самбо. Первый российский чемпион UFC. Наш великий боец, которого за океаном знают, как русского медведя. Встречайте Олег Докторов! Рефери-поединка Антон Шарков. Возьмите руки. Не нарушайте правила. Слушайте мои команды. Все время себя защищайте. Удачи по углам. Ну что ж, очень интригующий поединок. Капа. Вообще, я не раз. Я и буду повторять. Можно? Именно на РЕН-ТВ можно увидеть. Именно вот такие интригующие поединки. Регистрируйся на Винлайн с фармокодом BOX и получи фрибет до 10 тысяч рублей. Так, ностальгия, да? Потихонечку. Ностальгия. Дежавю. Можно разные слова подбирать. Но это очень здорово. Посмотреть на легенд прошлых лет. Я думаю, что им самим очень сегодня было важно выйти в ринг. Знаете, все-таки любой боец скучает и мечтает вернуться хоть на секунду. Хоть на секундочку почувствовать. Ну, я не исключение. Вот все то, что происходило с ним когда-то. Катер Григорьевич, так может быть в этом же амплуа когда-нибудь и вас мы увидим на бойцовском клубе РЕН-ТВ? Ну, я уже высказывался по этому поводу. Для тех, кто пропустил. Маловероятно. Но, маловероятно, оставляет небольшой шанс. Давайте просто посмотрим и отдадим дань, скажем так, уважения к чести этим бойцам. Они вышли. Это сегодня для них абсолютное праздник. Да и для нас, чего уж греха таить. Я лично очень рад видеть этих заслуженных спортсменов, которые для себя открывают новые виды единоборств и приходят в бокс. И уж согласитесь, тяжело здесь не вспомнить слоган «Бокс объединяет», который работает. Стоп, команда! Держишь! Бокс! Ну, что ж, вот мы слышим. Опасно головой, Токтаров пошел. Стоп! Да, это... Это уже ММА! Завелся, это уже ММА! Старый, добрый! Тихо, тихо, спокойно. Все, 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 все. Тихо, тихо! Наслаждайся игрой на Винлайн. Чуть-чуть, чуть-чуть, ребят. Чуть-чуть, все. Все, все, все. Чуть-чуть, тяжело. Все, с раунд на раунд, конечно. Раунд-раунд. Я на педаль. Чтобы он не рассыпался. Не, не, не. Сладкий, все. Чуть-чуть, ты кидай. Не кидай. На стоп, а если ты леки заложен, я бы на стоп. Попади в ходность голову. Аккуратно. Один ножка, пожалуйста. Увлеклись тут в концовке первого раунда наши легенды. Видно так, что Антон Шарков, рефери, кстати, крепкий парень, не сумел их растащить кое-как. Можно сказать, прилипли друг к другу. За счет все-таки захвата скорее. Ну, вопрос в том, кто не сможет выдержать, может быть, и удержать себя в рамках бокса. Как бы в грэплинг все это не перешло, мне показалось, в концовке так расходились бойцы, ворчали каждый. Были недовольны своим соперником, как бы все это в грэплинг не перешло. Ух ты. А вот так. Ух ты, как тяжело. Монсон сбоку попал. Давайте не забывать, что супертяжелая весовая категория. Да, ну и на мышцы посмотрите у обоих, особенно Монсон. Слушайте, я видел, как Токтаров легко двигает свою массу на турнике. Дай бог каждому молодому. Борец, борец. Да, у Олега регулярно занимается. Головой опасно. И силовой подготовкой, и не забывает именно с весом своего тела выполнять упражнение. Ну, вот это вот, о чем я говорил. Не выдержал первым Бонсон. Это то, о чем мы говорили. Все, все, все. Ребята. Так, болевой скручивание Ахилла. Нет, не будет здесь. Шарков не даст. Ту интригу и шоу, которые нам обещал РЕН-ТВ, в общем-то, вот вы ее получаете, телезрители. Что-то мне подсказывает, что сейчас немножко вначале так по-сонному отнеслись к этому бою. Сейчас взбодрились. По крайней мере, у нас здесь, в зале, явное ощущение интриги. Адреналинчик такой появился. Спокойно. И гонг. Нет, гонг еще не прозвучал. Все, гонг. Как дышишь? Нормально? Покидай джебу, покидай джебу, подвигайте немного. Черт, дышишь? Не надо вы его тягу на килограмм. Раз-два, раз-два. У двойки в самом начале, помнишь, какая двойка? Раз-два, 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 отошел. Отлично было. Набери маленечко очков сейчас, Оля. Набери. Набери очков, набери. Ну, джеб-то кидай. Набери. Дай чуть-чуть, так же надо. Да, да. Чуть-чуть, так же надо. Люди ждут, надо маленько вам дать, маленько. Тихо, как вас делать? Пошли? Надо сделать. Надо сделать. Давай. Ну что ж, вспоминаем второй раунд. Вот так. Ну, собственно, вот. Так это было. Перевел без проблем джеб Монсон-Токтарова. И... Ну, все-таки... Не понравилось это Олегу. Тем, потому что Олег не ожидал. Да, и как забрал ногу на болевой Токтаров, но пожали руки. Мне кажется, что должны снизить градус напряженности бойцы и все-таки боксировать. Ладно, там оставим счет в партере 1-1. А все-таки вот по боксу, ну, если совсем уж придирайся, пока ударов больше нанес джеб Монсон. О, вот, словно услышал вас Токтаров, пошел атаковать. Я уверен, что все-таки в этой ситуации вряд ли будут поднимать кому-то руку, если вдруг не пролетит удар, и кто-то не окажется на настиле. Разозлился Токтаров. Разозлился, да. Бедный Антон Шарков, он-то не борец. Он совсем не может по затылку. Ух ты, ну Монсон разошелся. Я таким его не видел ни разу. Ну, в принципе, ярость переполняет. Минус балл будет. Минус балл будет. Пустите, не делай. Минус балл будет. Шарков очень добрый. Минус балл будет. Минус балл будет. Что же еще тут скажешь? Терпите. Раз уж вышли боксировать. Стоп! Стоп! Стоп, команда. Бокс! Так, понаглее Монсон работает в третьем раунде. Мы вынесем за скобки эти боксерские эпизоды. Стоп! Мне кажется, Федора Емельяненко нужно было ставить. Все, все, все. Друзья, хватит. Все, 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 все. Легенды, легенды. Так нельзя. Вот оно, вот оно шоу. Этих парням я, Камала Триралда. Так, ну что ж. Да, три по две пролетели очень быстро. У меня такое ощущение, что если их сейчас сведут в центре ринга, они снова сцетятся. Все, давайте уже жать руки. Объявились. Ну, молодцы, молодцы. Все, в порядке. А, вот сейчас, по-моему, звучит вызов на ММА от Токтарова. И мне кажется, это был такой пролог к этому поединку, который мы еще увидим. Да, да, да. Вам не кажется, дорогие друзья, что мы находимся вновь в интрии? Стоп, стоп, стоп. Так, подошел Френов. Ну и, конечно, не даже Френов не упустит этот шанс. Да, у нас с вами вторая серия назревает. Вторая серия назревает. Что-то мне подсказывает. Это только начало. Количество легенд на квадратный метр зашкаливает сейчас в ринге. Вас не хватает? Нет, ну, извините, я все-таки к боксу больше. На ринге Борисовича не может быть. Костя Дзю. Я не могу себе позволить говорить не по имени-отчеству. Владимир Викторович, промоутер, который, в общем-то, и заварил всю эту кашу. А, все-таки решили. Вот, смотрите, плакетка. Отличную. Так. Сувениры полетели. Знаете, придется охрану вызывать, чтобы развести по разным выходам. Владимир Викторович, мне кажется, нужно обеспечить охрану. Бой продолжится там, по трибуну помещения. Нет, такого они себе не позволят, конечно. Я скажу так, люди искренне дерутся, русские мужики. Знаете, когда? За любовь единственной женщины. За родину. Или еще за что-то такое принципиальное, за что дерутся во дворе. Поаплодируем. Ну что ж, вот вы видите, в общем-то, такая сечка на макушке у Джеффа Монсона. Очень часто головами явно так встречались соперники. 50 ударов в минуту, говорит Токтаров, держа правую руку и сердце. Кардио-машина, Олег Токтаров. А, то есть он хочет сказать, что не запыхался. Да. По-первых, мы должны искупать в аплодисментах этих легендарных бойцов. Ну и настало время судейского вердикта. В этом поединке большинством судейских голосов зафиксировано нища! А, то я думал, что... А плакетка одна. Конечно. 301. На ней написано победитель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...